здравствуйте дорогие друзья у меня экстренное подключение я должна вас держать в курсе всех моих вязальных событий поэтому решила выпустить такое короткое видео и оставить свой отзыв о пряже лизе супер лана тик это достаточно тонкая ниточка скажем так на любителя сейчас буду делиться своим впечатлениям и почему я буду распускать данный процесс и вряд ли что в ближайшем времени вернусь к этому артикул и так не так давно я начала вязать джемпер для отца я понимала что мне нужно его связать очень быстро и отдать это такой небольшой заказ было несколько предложений от него по цветовой палитре это темно-синий цвет черный и я предложила серый потому что я знала что у меня есть пряжа что в составе всего лишь 25 процентов шерсть на насколько я помню до 25 процентов шерсть 75 процентов акрил вот эта ниточка супер лана тик я понимала что мне данного количества должно хватить и что я буду вязать в два сложения у меня также была черная нитка но немного другая и по составу и по фактуре но я не хотела брать черный цвет сказала нет 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 ни в коем случае у меня болят глаза а я как раз то время вязала носки из очень темной пряжи а носочки это такое дело там маленькие петельки и маленький номер спиц но это еще то удовольствие конечно вязать из практически черной пряжи и я сразу сказала нет из черной пряжи я вязать не буду хотя у меня была упаковка но мне ее как бы и не хватит мне нужного . 6 а в упаковке 5 но об этом немного позже и вот я выбрала данную ниточку тем более я думаю светлый серый оттенок почему бы и нет быстро все полетит свяжется в два сложения спицы где-то 4 но в этом процессе взяла спицы три с половиной как-то я вязала и понимаю вот что-то мне не нравится но потом стали приходить комментарии что очень нравится идея очень нравится узором и я вязала 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 и связала полностью реглан уже отсоединила рукава и буквально позавчера ко мне пришла мысль что мне не нравится как выглядит полотно мне не нравится как ложатся петли по ощущениям мне тоже не нравится я не получаю никакого восторга никаких приятных тактильных ощущений вот вообще не моё ну как-то ну пряжа не моя вот честно конечно я не отрицаю что есть люди которые вяжут из нее с удовольствием игрушки там шапки шарфы плечевые изделия я этого не отрицаю сейчас я говорю лично о своих ощущениях и если вы прислушиваетесь ко мне то я вам рекомендую не покупайте сразу упаковку если вы еще не знакомы с этим артикулом купите хотя бы моточек повяжите образцы и присмотритесь к ней я конечно вас не отговариваю но будьте бдительны потому что если у меня появились такие ощущения двуякие к этой пряжи вот как бы хорошо но и не нравится в то же время возможно у вас тоже будут такие ощущения что я решила я отложить данный процесс а точнее буду его распускать но просто хотела сделать вот такое подключение как бы вас предупредить вот то что как бы себя споймала на мысли и решила этой мысли с вами поделиться ну вот вообще какое-то полотно такое знает эти ватная ну вот нет в нем тяжести приятные говорю что она должен там килограмм если нет ну вот такой тяжести нет сюда бы немного вискозы не могу сказать что больше шерсти но вот вискозы было бы здорово так что я решила сейчас у меня довольно позднее время вот если бы снимала хотя бы до 12 часов ночи то я бы сказала что вчера я начала вязать новый джемпер для отца но скажу уже что позавчера потому что на моих часах без двадцати трех ночи а почему я снимаю так поздно потому что сейчас в наших реалиях это самое удачное время для съемок при хорошем освещении потому что только ночью у нас стабильный свет его не отключает и я могу снимать спокойно не переживать хотя бы сейчас вам говорю могу снимать спокойно не переживать думать сейчас как отключить свет это будет здорово конечно в кавычках да понимаю так вот позавчера я начала вязать новый джемпер и вы не поверите я сразу стала вот перематывать те события когда мне дали заказ на мужской джемпер и и я вспомнила что как раз предложили вязать из черной пряжи у меня есть упаковка но нужно будет докупать и у меня есть вот такая ниточка то есть я все-таки решила вязать из черной поняла что уже отдохнула и вот вязала свой темно-синий джемпер ажурный тем более там такой узор достаточно непростой вначале он был но все равно я справилась с этими трудностями и связала полноценную готовую работу достаточно быстро поэтому я думаю здесь тоже не будет проблем я решила взять вот такую ниточку вот здесь моя любовь любовная это лизе альпака твит я уже вязала в прошлом году в позапрошлом из этого артикула и мне очень сильно понравилась нитка конечно черный цвет вызывает двуякое ощущение точнее вот эти твидовые вкрапления ну как бы интересно да но мне больше нравится из этой палитры цвета это коричневый и серый такой темно-серый мышиный цвет вот там моя любовь а черный вызывает двуякое ощущение но если отец мне предложил черный цвет он у меня есть наличие почему бы и нет вот я свяжу с большим удовольствием есть у меня еще один моточек такой же пряжи только в сером оттенке и возможно я это как-то сочетаю полосами но возможно снова же хочу сказать это не на сто процентов все таки я наверно буду до заказывать ниточку но как по мне сочетаются они отлично и сочетаются еще по тому моменту что твидовые вкрапления у них практически одинаково что здесь коричневый что здесь коричневый поэтому здорово присмотритесь если захотите сочетать серый черный цвет так я уже вязала и вязала отцу свитер из данного артикула только цвет был коричневый и отцу и себе то есть в этой нитке я уверена она мне нравится по таким ощущением здесь как раз и есть то вискоза о которой я вам говорила вот что здесь не хватает так посмотрим состав 15 процентов шерсть 15 процентов альпака 5 процентов вискоза и 65 процентов акрил спицы рекомендуют по 4 до 5 крючок от 2 до 4 я же буду вязать на спицах номер 4 основное полотно это рукава и тело цвет номер 60 присмотритесь лучше вот такая красота интересно будет по крайней мере интересно ничего не скажу да я даже вязала сейчас посмотрела и светло-серого цвета и вязала кардиган диана и отдала его маме она его носит с большим удовольствием у меня есть мастер-класс и там шалевый воротник если что оставлю подсказку верхнем правом углу если вам понравилась пряжа вы не знаете что из нее связать ну здесь конечно начало такое небольшое но я прям обрадовалась что все-таки решила изменить пряжу вот так это сейчас все выглядит а вижу на спицах три с половиной достала свои расчеты по которым вязала свитер для отца позапрошлом году наверно года два точно назад вязала но там горловину я за на спицах номер 33 и так как это свитер горловина была с отворота сейчас же я взяла спицы три с половиной и очень переживаю чтобы горловина не растягивалась на плечи не спускать на плечи вот этого я совсем не люблю плечевых изделиях то есть горловина должна быть всегда на своем месте как бы я не закрывал глаза как бы я не продолжала вязать плечевые изделия и видеть что горловина будет тянуть на плечи всегда распускала и перевязывала но вон не совсем вообще не нравится когда горловина ползет это заметно то есть это не то что она там даже особенно когда горловина с отворотом это ужас ужасный и у меня есть два варианта или связать ложную кетлевку что конечно не очень хочу делать или связать двойную горловину то есть провязать где-то сантиметров 10 и соединить два края как это делала в ажурном синим джемпере мне такой вариант очень нравится почему бы и нет потому что вот этот край наборный он у нас получается не эластичный то есть он не тянется практически но немного да сколько вот может резинка потянуть немного это все и когда я соединю вот этот край и нет не даст тянутся горловине на плечи это здорово я считаю поэтому я думаю что свяжу 10 сантиметров соединю и будет отлично смотреться в целом поэтому вот так дорогие друзья нужно было сразу соглашаться когда мне предложили вязать из черного цвета не выдумывать ничего не придумывать не искать легких путей вот как я думала серым цветом получится а вязать вот как раз из пряжи лизе альпака твит напишите пожалуйста бывает ли у вас такое что вроде бы как бы все хорошо вначале но вы потом во время вязания понимаете что вам что-то не нравится сначала не можете найти причину а потом все-таки к вам доходит что вот как-то что-то смотрится не так честно вам признаться я никогда не работал из супер лана тик вот никогда не вязала два сложения тем более крючком но вот не было у меня никакой практики и как раз по этой причине я решила для вас заснять это видео чтобы вы присмотрели чтобы не покупали упаковку как я а потом не знали куда ее деть куда пристроить и тому подобное так что не наступайте на моей грабли лучше моточек свяжите образец я вот вчера уже позавчера попала на прямой эфир где как раз вязали из этой пряжи и говорили что прям она любимая я конечно этого не отрицаю но мне не зашла вот как-то не моё возможно я найду идею и для этой пряжи но это будет потом сейчас ну это моя любовь элизарь пока ответь тем более на сезонный на сезонный на зимний сезон это отличная пряжа она теплая она приятная но скажу что колкость есть поэтому для очень чувствительных будет покалывать лучше если вы хотите поработать с этой пряжи вяжите кардиган вот кардиган будет отлично а шарф и джемпер под вопросом то есть смотрите по своим тактильным ощущениям этом дорогие друзья у меня все просто пока выйдет мой большой влог это пройдет еще несколько дней как минимум тем более я сейчас вплотную занимаюсь подготовкой к совместнику по вязанию ажурного джемпера и нет никакого времени снимать этот большой влог поэтому такое короткое видео для вас осторожно не спешите покупать целые упаковки все дорогие друзья на этом у меня все желаю вам хорошего настроения берегите себя и вяжите вязание успокаивает всем пока